В селе Новый Тампонского района состоялось торжественное открытие многоквартирного жилого дома в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилфонда». Ключи от новых квартир получили 12 семей, продолжит Мария Винокурова. Жители села Новый Ингинского наслега этого счастливого дня ждали долгих 16 лет. Ведь после разрушительного наводнения 2001 года в их домах было очень холодно, а инженерные сети нуждались в постоянном ремонте. Пенсионеры Афанасии и Галины Захаровы никогда не думали, что наступит день, и благодаря госпрограмме они смогут переехать в новую трехкомнатную квартиру. В доме нашлись места всем и дочери, и маленьким внучкам, а главное, наконец-то зажили в тепле и комфорте. Детям хорошо, везде чистота, бегает, ползает, играет, ничего не боишься. А там на старом доме вся грязь, мусор все выходило изнаружи, хоть как его пой, не мой. На торжественном открытии каждому новоселу под аплодисменты вручили ключи от квартир. Разделить радость жильцов пришли всем селом, ведь совсем скоро многих ожидает такое же новоселье. Хотя ингинский наслег включен в программу переселения граждан из-за ветхого и аварийного жилья позднее всех в Тампонском районе. Стоимость дома около 43 миллионов рублей. Общая площадь свыше 800 квадратных метров. На очереди у нас сейчас еще два четырехквартирных дома стоит на строительстве. На место переселенного дома мы его снесем и будем на этом месте строить восьмиквартирный жилой дом. В доме три двухкомнатных, четыре двухкомнатных квартир, остальные однокомнатные. И что особенно понравилось жильцам, у каждой квартиры отдельный вход. Очень тепло там. И главное, что стены и полы ровные. Мы там ходили, чуть ли не держались за стены, потому что там было страшно повело. Дом был весь кривой, косой. Трубы все лопали. Страшное дело. А тут, я не знаю, я называю их царские хоромы. Всего в Тампонском районе по этой программе построено 28 многоквартирных домов. Во втором этапе реализации программы предполагается расселить 156 домов. Из них два в ингинском наследии. Мария Винокурова, НВК Саха, Хандыга.